всем привет дорогие друзья настала осень как говорят унылая пора отчаяния чарования но на самом деле глядя сейчас на окружающую нас с вами природу осень совсем не унылая а солнечная тихая но и надеемся что рыбная мы сегодня с вами будем ловить окуня на микро джиг вот наши приманочки в частности буду использовать гирлянда так называемая вот как быстренько подмотаю покажу все вот эта гирляндочка наша с вами на конце вот такой грузик используем леска ну 0 только 0 2 вот и два крючка с гиброхвостиками решил сегодня использовать ярко-зеленый ярко-желтый так друзья благодаря нашему предложению мы выбрали местечко довольно продуктивную я нам кажется будет кривать как я говорил я использую гирлянду спиннинг у меня 210 длиной тест я вам скажу от 0 до 8 до 6 грамм и называется максимус довольно таки удобный спиннинг работает довольно-таки жесткий строй работа только кончик удилища и забрасывать по участке спиннинг очень далеко поэтому сейчас попробуем закинуть посмотрим что из этого получится рыбка у нас здесь вот по мне получилось забросить на метрах 50 точно забросил сейчас вот у меня вес джип-головки 7 грамм хотя ты спиннинг опа-опа видели или только что стукнуло по удилищу опа-опа есть есть там два у меня гибро твистера поэтому скорее всего сразу на лобо навалилось точно не крупный правда но тем не менее даже такого потаскать приятно интересно я забросим еще я вам забросик пробую я как мотать равномерной проводкой таки степенчатой сейчас равномерно пытаюсь есть здесь есть 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 покрывать к ней с 3 это есть но подкажите покажите в делище видите кончик в делище да и сисисисис прият один этот раз или два два снова два снова два не крупных будем пробовать надеюсь что подойдет покрупнее к нам окунь что касательно куда закидывают мы стоим на мили и кидаем сейчас глубину вот видите так два три четыре оп кидаем глубину и смотрите как бьется как бьется это сердце и снова два один сосок ну ладно куда ему как говорится и дорога может он был очень маленький кобы я бы опустил бы так папа у меня ловит на отводной поводок обычный классический грузик джигаловка с рыбкой машинного масла цветом вот давайте попробуем посмотрим как у него будет с тебя дела но он уже поймал как-то принципе несколько штук на нее сейчас посмотрим на время записи клюнет и какой он там антоха стоит брат мы тоже ловит он там ловишь молодец так смотрим смотрим ты ступенька ловишь ступеньки сейчас ловишь это провозка пустая ну давай еще забрасывай что характерно вот все поклевки происходят на анто на водку мы кидаем в этом направлении чуть правее закинешь ничего нету а в этом направлении он как-то скопился здесь стоит но не бьет ничего тут сверху ни малька не гоняю где-то там на глубине значит он там скопился что ж вторая проводка пустая видимо на отводной поводок машинное масло немножко хуже клюет чем на мою гирлянду с желтыми твистерами потому что у меня практически проклевки происходит каждый бросок ну что мы наверное уже десятка два может три поймали вот на этой точке иногда попадается покрупней но в основном мелкий окунь вот через два раз закидываю и смотрим будет ничего или не будет ну а так достаточно весело весело прошел час от души так скажем потаскали всякого и два и один и не знаю там надводной поводок у папы клевала правда сколько я подсъемок не делал как только доставишь камеру так ни фига не клюет так же вот и у меня сейчас как нужно закинул и ни фига сейчас еще разочек ребята подождите сейчас 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 давай окунь не подведи ты находишься на канале огромном канале на тебя смотрит огромное количество зрителей давай самый большой сейчас самый мощный оп 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 опа клевка была клюй клюй клюя клюё клюя давай давай клюй 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 большой окужом клюя клюя beaut клей в лодке нет сейчас еще третий третий бросок будет точно ну что окунь вокруг лодки гуляет но какой-то такой некрупный маленький и вот на моей речи так называемая гирлянда ярко-желтый клюет так-то но очень мелкий поэтому хочу сейчас поменять эту насадку насадить отводной поводок и попробовать на более крупную приманку тоже ярко-желтую вот тем самым попытаюсь как-то отсечь мелочь может быть будет более крупно окунь клевать на данную приманку ну что приманка готова вот здесь такой карабин тройной сделан но если честно если честно его можно убрать она самой роли не играет даже скорее больше мешает ну просто это старая связка у меня уже не убрал грузила и вот такой вот 70 до 70 отводной поводочек и ярко-желтый мистер покрутнее размером сейчас попробуем папа использует в работе как говорится ультралайт метр восемьдесят длиной вот хочу сказать что например с лодки ловить на него неудобно он короткий особенно если ты ловишь на гирлянду то соответственно забрасывать вообще неудобно и приманка летит близко то есть не советую покупать голову из лодки метр восемьдесят два десять и более я думаю это оптимально по 2 10 до 30 например для дорожки мы используем спиннинги 270 длиной но мало чуть покороче ну папа скажи хоть слово я не могу ничего сказать потому что меня не клюет рыба почему так происходит вот как только как только беру камеру снимаете и так у тебя не поклёвки стоит только выключить камеру сразу поклёк ты наверно просто волнуешь перед камерой можно говорить мы тебя будем пробовать на ступеньшую проводку и мы снимаем ступеньшую или руки мои снимай или ноги ну давай снимаем пристально снимаем кончик удилища поклёвка была не вошлась вообще ничего нельзя это не делается это проблема равноверная ладно выключаю камеру подсъем наконец-то наконец-то мама поймала но смотрите что мы видим он уже ловит не на морковь на тебе тебе сменил кистер да какое тебе досадил какое тебе машинного масла вон он что с беленькой фигнюшкой да ооо с почином тебя такого озеровика сейчас поймали ударил так жадно шаршфрикцион сработал вообще крутой крутой сегодня сегодня самый большой вот сколько грамм грамм 250 300 грамм 300 грамм 300 короче вот он на зелененький долбанул попробовал я в своем арсенале знаете что сменить немножко проводку быстро мотаю быстро прям мотаю не двигай опуститься потом делаю паузу и начинаю уже в ступенька идти опа есть 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 смотрите смотри 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 как я говорил быстро мотаю делаю паузу и окунь в этот момент жадно берет его причем как я и говорил под ног садили покрупнее твистер и он покрупнее подошла ооо какой друзья покрупнее уже класс такой берем таких модельям щас еще разочник попробуем работает ли моя е гр моя проводка sayin какой programa быстрый, 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 быстрый быстро молей быстро 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 мотаю где Torah и пошла ступенечка пошла ступенечка оп есть сошла но поклёвка была оп есть 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 ребята есть есть хороший хороший он идет смотрите какой он больше чем тот смотрите какой хороший кистяк сейчас еще раз попробуем очередная поклёвка хорошенький давай 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 тащи его ты тоже смотри перешел на желтый да на желтый сегодня самый удачный цвет и у меня клюет и у папы клюет так вот подъехали рыбаки к нам съехались видеть что мы здесь ловим решили попробовать тоже попытать счастье поводить вместе с нами он тоха тоха вашей ручкой опытный рыбак и смешно обращайтесь к нему знают все точки это баба он все путается покажите меня я теоретик какой снял покажи вот это не клюет да так вот наш шмоданчик с приманками здесь у нас красненькие так и пенопластовые приманки и конечно же силиконовые приманки и твистеры виброхвостей вот различных цветов и рассветок и даже так называемые пыздрики мы однажды в интернете прочитали что на них очень хорошо ловится но попробовав так скажу уступает они твистерам и виброхвостам то есть на них похуже даже включен на резину поэтому ассортимент у нас больше присутствует конечно яркая кислотная резина пришла пора посмотреть сколько же мы сегодня принимали рыбы мы где-то приехали на точку 7 часов сейчас время пол двенадцатого ну и сами видите да сколько здесь а сколько килограмм 6 5 6 килограмм окуня потому что мы завершаем сегодняшнюю рыбалку вот честно скажу вам ребят осенняя рыбалка на окуня нам сегодня понравилось можно сказать что начало или ловить прям с первой же точки на которую приехали вот первый заброс сразу рыба 2 заброс рыба вот ну вы сами все видели да даже на гирлянду даже по две по три штуки садилась не крупного окуня но потом как лица немножечко сняли охоту да на окуня уже хотелось что-то крупней и решили немножечко поэкспериментировать посадить побольше твистеры и сработало сработало чем крупнее ставишь твистер тем крупнее окунь у нас были немножко побольше но и окунь соответственно покрупнее клевал был один единственный твистер который был еще больших размеров я поймал на него одного крупного окуня и когда вытаскивал его из пасти порвался мне напополам поэтому к сожалению дальше экспериментов было произвести невозможно с этой теорией но так все да вы все сами видели лучше сегодня работал желтый цвет пробовали мы и на белых и на красных и на оранжевый и даже на фиолетовый вот но лучше работал желтый цвет твистера но и практически две трети рыбалки я проловил на отводной поводок считаю это тоже сегодня выигрышный вариант поэтому всем не хвостальной чешуи оставайтесь на канале смотрите мои выпуски дальше будем снимать что-нибудь другой рыбалки всем пока а